Здравствуйте дорогие друзья! Вышла четвертая бета, причем одновременно для разработчиков и публичных бета-тестеров. Апдейт небольшой и по большей части минорный, а это значит, что релиз не за горами. Что же нового? Как и в обновлении iOS 11.1.2 в iPhone X устранили довольно серьезный, но как оказалось программный баг, из-за которого при низких температурах дисплей десятки терял чувствительность. В iOS 11.2 пофиксят быструю разрядку, пофиксят быструю зарядку, причем беспроводную. Теперь iPhone 8, 8 Plus и 10 могут заряжаться по QI чуточку быстрее. Появилась поддержка зарядки не на 5, а на 7,5 Вт, но это по-прежнему медленно, а стандарт QI 1.2 в iPhone совместим и вовсе с 15-ваттными зарядками. В таком случае заряд был бы в два раза быстрее, а розрядка, как происходило быстрее, чем на iOS 10, так и происходит. К сожалению. Siri начала запускаться в оффлайне, правда только на английском, но тут пока больше вопросов, нежели ответов. Функциональность этого решения близка к нулю, но думаю после финального релиза часть функции вроде переключи песню будет работать без интернета. Это круто. Теперь Ritability или просто удобный доступ работает не только на спрингборде и в приложениях, но и в пункте управления. В него вы можете напихивать много виджетов и доставать даже до самых верхних используя только одну конечность. В игре было-стало в синтетических тестах очков получилось немного меньше и в Antutu и в Geekbench 4, по крайней мере на iPhone 7 Plus. А вот что касается использования все гуд. Быстро, четко, плавно. Некоторые косяки по системе конечно остались. Будем надеяться на следующие апдейты. На этом все. Если тебе нравятся обзоры iOS обязательно поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне очень приятно. О своих ощущениях и опыте эксплуатации самой последней версии операционки пишите в комментариях обязательно с указанием своего устройства. С вами был Вадим Ющенко на канале ProTech. До скорых встреч и хорошего отдыха. Пока-пока.